Убойная карма. Пропажа дешевого телефона обернулась межведомственным скандалом и полицейским штурмом. Пенсионерка Елена Большакова в аэропорту подобрала чей-то потерянный телефон. Аппарат дешевый, новый, стоит 3,5 тысячи. И вот тут что-то пошло не так. Елена вместо того, чтобы позвонить кому-то из телефонной книги или отдать телефон первому же полицейскому, забрала его домой. Две недели он валялся у нее в квартире и вдруг неожиданно на ее пороге оказываются 13 ОМОНовцев в масках и с болгаркой в руках, готовых взломать ее дверь и изъять похищенный аппарат. Целый взвод приехал, целый отдел, товарищи дорогие. Вы все в курсе, что творится. 2700 телефон нашла. Дорогие соседи, целый взвод, целый отдел. Я в аэропорту провожала дочь отдыхать в Адле. И на лавочке увидела, лежит предмет. Я думала, что это телефон у человека, который тоже летит этим рейсом. И думала, что он уже находится в самолете. И поэтому, так как он прилетает 16-го числа, я так подумала, прилетит, вот я и верну. Я не хотела им воспользоваться. Если бы я хотела, я бы, ну понятно, любой человек в первую очередь избавляется от сим-карт. Почему, как только нашли, но поняли, что владельца нет, почему не отдали ближайшему полицейскому сотруднику? Я вот не догадалась, вот понимаете, не догадалась. Вот даже как-то у меня в уме этого не было. Не успев войти в квартиру, тут же бежит оперуполномоченный товарищ Гумин. Уходите, никуда я с вами не выйду. Ром, запиши вот это вот все. Это что же такое? Я нашла, я нашла телефон в аэропорту. Пришли домой, два часа сидят. И пишите явку с повинной. Я говорю, я что, какая-то рецидивистка? Почему я должна писать явку с повинной? Я говорю, я могу написать объяснение, что я его нашла. Он лежал на лавочке. Я добровольно отдала телефон, все симки на месте. Они приходили каждые два дня ко мне. На работу приходили к моей матери. Опрашивали всех на работе. Приходили больше двух или трех месяцев по сей день. Говорят, что приходят. Маму же там ее выгнали, не работает. Утром меня разбудил звонок соседки. И сказал, что около нашей двери собралось очень много народу. В масках, и в полицейской, и в штатской одежде. Всего было 13 человек. У них было какое-то оборудование для вскрытия дверей. Нашли разбойницу, пенсионерка, которая нашла телефон за 2700. В аэропорт, в аэропорту, вы, ребят, с ума сошли. Катят! Ай, не могу! Это что такое? Это дурдом называется. Я была шокирована. Такое ощущение, как будто приехали к свекрови террористки, а не к человеку, который нашел телефон. Сколько телефонов крадут? У меня у самой телефоны крали. Почему-то милиция не ходила. В ходе обыска я вам между собой запрещаю общаться. А вы что хотите найти-то? Хотите найти что? Что хотите найти? Вообще, какой обыск? Чего искать-то? Телефон я сразу же добровольно отдала. Они настаивали, чтобы я проехала с ними, хотя дальше она в отделе сказала, вы приехали добровольно. Я говорю, как так добровольно? 13 человек, значит, народу приехали ко мне, и я добровольно к вам приехала. Это называется добровольно. Значит, смотрите, у нас возбуждено уголовное дело в отношении данной гражданки по факту хищения мобильного телефона. Дело расследовалось достаточно давно. В течение двух месяцев данная гражданка к нам не являлась, несмотря на то, что ее уведомляли о необходимости сюда прибытия. С санкцией суда в ее квартире было принято решение о проведении обыска. И во время проведения обыска оказалось, что она находится дома. Ей было предложено сюда проследовать добровольно. Она проследовала сюда. И сейчас, после нее, проводят следственные действия в присутствии адвоката. Опять опрашивали, опять меня склоняли и уговаривали, что вот, идет, значит, заявитель на встречу, но только мне нужно признать вину. И тогда все будет очень хорошо. Все дело быстро закроется, и у меня не будет никакой судимости. А если я не признаю вину, то тогда у меня будет судимость, и опять начали запугивать. Со следствием они у нас не, я скажу, в нас еще не идут. Своего добровольного, так сказать, участия здесь не проявляют. Дочь неоднократно с различными жалобами уже обращалась во все инстанции. Я так понимаю, что это просто степень возможности повлиять на ход следствия, выбранной ее дочерью. Обращалась для Большакова, значит, с жалобой на незаконное возбуждение уголовного дела, на незаконное привлечение к уголовной ответственности. Этих жалоб было несколько, последующие являлись фактически дубликатами. Все жалобы были рассмотрены, установлены законом срок, даны мотивированные ответы. Я хочу, чтобы дело передали в суд, я бы с ними лучше встретилась в суде, чем в отдел дознаний. И вот такой беспредел идет. В общем, вот такая гипертрофированная карма. Если верить Елене, это, безусловно, не кража с юридической точки зрения. Но вот с моральной, как еще назвать, присвоению чужого имущества. По-хорошему, телефон, конечно же, нужно было вернуть. Не вернула. И вот результат. 13 омоновцев с масками, с болгарками и кувалдами. Но самая большая интрига, о которой вряд ли кто-то узнает, чей это мобильник и что в нем такого внутри невероятно важного.